итак друзья всем привет сегодня я нахожусь на выставке недвижимости в городе Варшаве несмотря на то что я уже купила здесь недвижимость я хочу сделать обзор того как вообще как это происходило я хочу рассказать об особенностях а также рассказать вам о том как можно посещать данные выставки для того чтобы узнать максимальное количество информации о покупке недвижимости о фирмах которые сейчас на рынке и о стоимости объектов недвижимости о том что можно купить как квартиру так и дом отдельный участок или даже купить участок на нем построить дом привет Оля что интересного ты не против я немножко делаю в пятки обзор того где я нахожусь вот это моя подруга Оля она тоже с россии Оля расскажите для чего здесь на выставке ну присматриваем здесь целую квартиру ааа здорово я вот тоже купила сейчас недвижимость здесь на Виланове была их мечта и мы живем в своей собственной квартире это очень здорово очень прикольно ну мы решили все таки строить дом строить дом да и будете покупать участок либо дом либо участок вот ну ладно если кому будет интересно потом может быть с ним отдельное интервью о том как все происходило вот так сейчас взяла короткое интервью у Ольги она проживала в Умске вот потом более подробно могу рассказать у нее муж айтишник они проживают здесь семьей муж здесь трудоустроился они по соединению семьи вместе с ребенком вот получили вид на жительство на 3 года и сейчас планируют покупать недвижимость покупать скорее всего землю и строить дом вот так сейчас пройдем взорчик я сейчас подошла в такой более спокойненький уголочек я хотела рассказать момент относительно покупки недвижимости в Польше хочу сказать основных три преимущества эти преимущества являются косвенными потому что как таковых прямых преимуществ здесь нет есть некоторые страны которые например за покупку недвижимости выдают вид на жительство как правило недвижимость должна составлять определенную стоимость от определенной стоимости как правило это от 150 тысяч евро некоторые инвесторы выбирают возможность инвестиции да с последующим получением гражданства и виды на жительство в европейской стране относительно Польши здесь нет такой программы нет каких-то прямых преимуществ если вы покупаете недвижимость но какие плюсы косвенные в этом есть сейчас я вам расскажу я сама являюсь владельцем недвижимости в Польше и почему и для чего я это сделала смотрите итак, плюсом номер один это возможность запрашивать визу типа Ц да, то есть здесь вы можете запрашивать это как будет туристическая виза которая не дает вам право проживания на постоянной основе в стране но тем не менее если вы покупаете свою недвижимость с целью инвестиций например вы хотите сдавать ее в аренду то у вас есть право запрашивать визу типа Ц для того чтобы приезжать к своей недвижимости соответственно следить за ней уплачивать налоги да, то есть чтобы вы имели доступ к своей недвижимости я прошу прощения по налогам здесь идет единоразовая плата да, при покупке недвижимости и последующие выплаты идут очень-очень маленькими то есть по поводу налогообложения это не сегодняшняя тема но бояться налогов на покупку недвижимости в Польше не стоит здесь налоги небольшие, они не кусаются второе преимущество смотрите, косвы опять, если же вы планируете все-таки получать вид на жительство в Польше по каким-то другим основаниям например это будет обучение или работа то наличие вашей недвижимости в этой стране будет большим преимуществом потому что когда вы подаете пакет документов в миграционную службу которая рассматривает документы о возможности выдачи вида на жительство вам нужно приложить документ где вы будете проживать как правило это аренда недвижимости или работодатели предоставляют жилье и соответственно предоставляют документы о месте проживания так вот, если у вас имеется свое жилье вы облегчаете себе сбор пакета документов например, если вы обучаетесь в этой стране вы показываете жилу в своем жилье косвенный плюс номер 3 те, кто имеют деток и хотели мы, чтобы их дети обучались в европейской школе получали европейское образование здесь школы тоже распределяются по территориальному принципу и соответственно если вы показываете что место проживания у вас вашего ребенка по определенному адресу то есть автоматически вас зачисляют в школу и ваш ребенок начинает обучение в Европе соответственно дальше потребуется легализация получение вида на жительство но это уже тоже отдельные моменты в плане инвестиций Польша пользуется большим спросом большим потоком туристов особенно летом через Airbnb можно сдавать недвижимость здесь этот сайт не заблокирован ну то есть пожалуйста здесь еще такой плюсик коммунальные службы работают отлично то есть даже если вы уедете и не будете проживать в этой стране у вас здесь будет недвижимость вы можете быть полностью спокойны что с недвижимостью будет все в порядке коммунальные службы работают отлично оплата коммунальных платежей может происходить онлайн через личные кабинеты то есть никаких проблем с этим не будет вот поэтому я сегодня вам рассказала очень кратенький обзор относительно покупки недвижимости также в нашей компании есть русскоговорящий партнер это агентство недвижимости в случае необходимости вы можете обращаться в нашу компанию мы организуем вам встречу или консультацию как с агентством недвижимости так и с русскоговорящим адвокатом польским адвокат сам польский он знает польское законодательство но при этом и владеет русским языком все наши партнеры говорят по-русски что облегчает сотрудничество с нашими клиентами я надеюсь это видео было для вас полезно подписывайтесь пожалуйста на наш канал оставляйте ваши комментарии мы отвечаем на все комментарии я отвечаю лично также можете писать в инстаграм в директ и в личные сообщения в ватсап до скорых встреч всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok